Итак, последний выступающий является профессор Малинников, который известен директор Института в России Мигайко, и его научная презентация посвящена теоретическому исследованию фрактальности геодезических линий. Так, профессор, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Гуляв Шмидеевна. Что вы, посмотрев на название доклада, ну, в общем-то, не испугались, потому что в действительности в этом докладе представлены результаты этических исследований, которые выполнены научной группой в Мигайке, и которые направлены на развитие фундаментальных основ геодезии. Мы говорим сейчас о создании новых технологий, мы говорим сейчас о создании новых методов, однако мы как раз понимаем, что если мы не будем развивать фундаментальные знания нашей науки, то, в общем-то, далеко мы не уйдем. Это, в общем-то, исследование направлено как раз на развитие наших фундаментальных знаний. Идея, в общем-то, этой работы заключалась в том, что на сегодняшний день вы знаете, что мы широко используем данные космических съемок, ну, хотя система GPS, система GLONASS. И мы, когда говорим об этих данных, то мы должны понимать, что мы получили эти данные, в общем-то, используя данные, которые получены с помощью световых лучей, которые прошли десятки тысяч километров. И это принципиальное отличие, которое на сегодняшний день, в общем-то, нас должно стимулировать к развитию фундаментальных основ. Почему? Если вы проведете спектральный анализ флуктуаций данных GPS, то вы увидите, что там, в общем-то, в графике спектральной плотности энергии флуктуации есть ряд гармоний, которые, в общем-то, физически необходимо интерпретировать. Мы можем говорить о вкладе иносферы, можем говорить о вкладе тропосферы, однако, в общем-то, есть много проблем, которые возникают, если вы пытаетесь дать разумную и корректную физическую интерпретацию. И вот одна из этих попыток физической интерпретации, таких флуктаций, представляется в этом докладе. Мы считаем, что на сегодняшний день нам необходимо, все-таки в наших моделях обстранения электромагнитного излучения, особенно, когда мы говорим о больших расстояниях, в общем-то, учитывать то, что сегодня нельзя отрицать того факта, что и концепция пустого пространства в физическом уже, в общем-то, фактически не используется. Мы говорим о том, что сегодня, в общем-то, мы должны учитывать свойства, реальные свойства физического вакуума, то, что наполняет сегодня наше пространство. И да, действительно, и сегодня никто не отрицает того факта, что если, допустим, тело движется по инерции, то, в соответствии с общей теорией относительности, это тело должно двигаться по геодетической. Это мы с вами знаем. Однако мы сегодня должны понимать тот факт, что нового года ушла достаточно далеко, и та концепция пустого пространства, которая использовалась при формулировке этого предположения, она, в общем-то, уже сегодня не работает. Сейчас. Сейчас, пока. И поэтому я на следующем блокаде хочу представить вам те сегодняшние знания, которые, ну, по крайней мере, коротенько сформулированы в нашем понимании того, что сегодня имеет место, вот, если мы говорим с вами о физическом вакууме. Мы видим, что сегодня без понятия понимания физического вакуума многие вопросы и многие знания, которые мы получаем через космологию, нельзя интерпретировать. Мы сегодня, естественно, знаем, что, если разматывать результаты квантовой теории поля, вакуум обладает колоссальнейшей энергией, но получается нестыковка по энергиям, которые оценены с помощью квантовой теории и с помощью космологии. И, тем не менее, факт сегодня налицо. Да, присутствует физическая субстанция, физический вакуум. И когда вы, когда мы исследуем процесс распространения электомагнитного излучения, мы должны с вами учитывать вот этот факт. На сегодняшний день тоже известны и может построить ряд моделей, которые говорят о том, что физический вакуум обладается определенной, в общем-то, структурой, и у него своеобразная геометрия и топология. Мы говорим о том, что физический вакуум как-то неудивительно, принципиально не наблюдаем. А в чем суть эта вещь? Почему? Давайте вспомним, что мы в принципе наблюдаем. То есть мы, какие бы вы в мире ни делали, мы его присутствует фактически не можем с вами непосредственно определить. Но мы знаем сегодня, что физический вакуум по ряду зарубежных работ это, в общем-то, мультифрактал, который состоит из совокупности однородных фрактальных подможностей, которые могут быть линейно связаны, не линейно связаны, тем не менее, это достаточно сложные структуры, которые необходимо учитывать. Особенность физического вакуума заключается в том, что сегодня физический вакуум, это, кажется, некая, будем говорить, пространство, заполненное виртуальными парами, электропозиторными парами. Да, вы скажете, ну что такое далеко залезаете в теоретическую физику? Но посмотрите внимательно, что делается. Дело в том, что они взаимодействуют с реальными частицами. А если имеет место взаимодействия, это значит, что имеет воздействие на траекторию фотонного воздействия. И поэтому вот это взаимодействие необходимо учитывать. Сегодня, когда мы говорим о геометрии невозмущенного вакуума, мы говорим с вами об электромагнитном вакууме, мы говорим о так называемом океане Хикса, помните, это фундаментальность которого является базон Хикса, которого мы искали сейчас на коллайдере. И сегодня мы говорим о сильном таком вакууме, это кваркогабрионы, конденсант. Эти составляющие сегодня, в общем, признаны и действительно существуют. Мы считаем, что вот это суть и основная составляющая физического вакуума. Однако, если использовать вот эти представления, то мы можем их использовать в наших знаниях, в нашей науке геодезии. Почему? Посмотрите, можно показать, что если вы используете пространство Минковского, то в четвертверном пространстве геодезические линии замкнуты. Я не буду доказывать это, это достаточно просто доказывается. И, в общем-то, просто показал, что действительно нами это действительно показано, и не только нами, это имеется в ряде других работ. Для нас важна другая вещь. Вот это соотношение, вот замкнуты в четвертверном пространстве, дает возможность нам показать очень интересную фундаментальную вещь. Оно дает возможность нам показать, что вакуумные флуктуации обладают свойством самоподобия. А вакуумные флуктуации воздействуют на ватон, который распространяется в пространстве. То есть, другими словами, можно говорить о том, что в данной ситуации гидрогическое, то есть траектория, по которой двигается фотон, тоже будет обладать фрактальными свойствами. Вот это принципиальная особенность, которая сегодня, один из важнейших результатов, который получен сегодня. Таким образом, мы с вами говорим о том, что если по классической теории, по плоскому пространству траектория фотона от перевернулиния, то, увы, дорогие коллеги, если мы с вами вводим концепцию физического вакуума, мы должны говорить о фрактальности траектории фотона, о ее умышленности, о фрактальности, она траектория изломана просто, если двумя словами переводить по-русски. А в этой ситуации можно сразу вводить другое соотношение, попытаться описать вот эти траектории, но не в другом языке, а на языке фрактальной геометрии. В этой ситуации достаточно широко можно использовать известность сегодня и науки, и в прикладной, в общем-то, науки фрактальную холдоковую размерность. Можно говорить о фрактальной размерности геодезийских линий, можно говорить о индексе, о связанности вот этих фрактальных норм. И можно говорить о ряде показателей, которые действительно позволяют нам описать реальную траекторию движения фотона вот в такой среде. Здесь пример приведен просто как, какие виды траектории, не слышу, да? Извините. Здесь приводится пример того, какие виды траектории могут быть в зависимости от тех или других свойств среды. Это может быть и гладкая множество точек, то есть это близкая к гладкой кривая. Это может быть и кривая, вы видите, в общем-то, даже извилистая, которая обходит некие пустоты. Может быть кривая, кривилистая. И это все, в общем-то, можно описать как, ну, некоторая фрактальная модель вот этой траектории. Однако вопрос возникает в следующем. Если реально попытаться ввести вот то, что я сказал, ну, описанное, ну, говорится в созданной метеории вот это движение фотона, то в этой ситуации, конечно, мы не можем работать с вами в обычной риммановой геометрии. Почему? Потому что это плоская геометрия. А здесь, кроме того, здесь необходимо учитывать, что она не учитывает наличие активных центров в данном пространстве. И поэтому вот наш анализ показал, что если попытаться описать вот это обращенное пространство, в котором учитывается свойство физического вакуума, то лучше всего для этого происходит на всем очереди известное в математике пространство Финслера. Именно выбор такого пространства, в общем, позволяет, в общем-то, описать некую вот структуру, учесть, если я не правильно сказал, учесть структуру вот физического вакуума. И учесть для того, чтобы реально затем нам с вами создать модель или просто описывать движение электромагнитных форм в пространстве. Я подчеркиваю еще раз. Это эффекты, которые мы ожидаем, и так примерно оценки есть, проявляются на больших расстояниях, но тем не менее они имеют место. Здесь, в данной ситуации, для того, чтобы учесть вот это свойство микроструктуры, мы можем именно в физическом пространстве ввести такие характеристики, как гривизну, включение, сегментарную гривизну, и тем самым попробовать записать некий метрический тензор, который и определяет надвижение частицы в данном пространстве. Я не выписывал все соотношения, потому что они, в общем-то, нам, как говорится, дополнительной такой системы информации не дадут, но тем не менее, общее уравнение, оно здесь записано. И, наконец, если говорить о вот этом фирменном пространстве, если описывать движение фотонов вот в этой среде, то для нас принципиально что? Мы можем, в принципе, описать и показать, какова будет разница между длинной траекторией в обычном нашем риммановом пространстве, в котором используем, или в этом пространстве, или вот в этом пространстве Финслера. Отсюда можно вытащить вот этот, так называемый, показатель, показатель вот этой фрактальности, или, мы говорим, фрактальную размерность хаус-дорфа, и которая дает возможность нам для нас принципиально определить реальную длину траекторий, по которой двигался фотон. Вот тот уровень сегодня, те теоретические исследования, которые проведены нашей группой в Мегае, и которые на нас вверх, в общем-то, позволяют говорить о том, что мы сейчас, это только начало исследования, начипали некоторое вот такое направление, которое позволит нам действительно провести новые, и, в общем-то, развить новые фундаментальные основы, вот, будем так, где-то идти в больших расстояний. И могу сказать, что следующий этап, который сейчас в университете мы реализуем, это мы сейчас, в общем-то, пытаемся экспериментально подтвердить ряд вот этих исследований, снули ряд теоретических данных, которые мы получили. Ну, если говорить о том, какова экспериментальная база, это уже, я бы так сказал, сырые данные по псевдоданностям, которые получаются с помощью современных систем клонаж, GPS, и на основе которых мы изучаем спектральную структуру вот этих данных, и затем пытаем вытащить существо, можно ее по-приватации физически, обосновать вот те спектральные гармоники, которые присутствуют вот в этих, ну, в этих спектрах. Я, может, быстро пытался, я знаю, что у меня было просто мало времени, и, ну, я постарался вот изложить этот материал. Спасибо, уважаемые коллеги, за внимание. Ну, и еще вот целью, мы можем сказать, какова цель? Вы знаете, цель этого доклада была очень простая. Прикладники и фундаментальные следы, они должны всегда идти в параллель, потому что мы пользуемся теми, это часто результатами, которые получаете вы, потому что они говорят о том, что в нашей теории что-то не то, либо наоборот, в общем-то, что-то там не срабатывает, и взаимосвязь наоборот. Вот, поэтому я считаю, что если вот люди, которые занимаются практической реализацией социалистических знаний, в общем-то, на основании их получают те конкретные результаты, которые используются на практике, они, конечно, должны знать те направления современной георгийской геодезии, которые позволяют, я надеюсь, в будущем позволят создавать современные методы и технологии. Спасибо большое. Еще раз. И после вашего доклада я понял, что конференция Ракурса – это действительно научная конференция. И, откровенно говоря, я чувствую большую необходимость вернуться в институт и начинать мою учебу заново. Вопросы? Нету. Ну, спасибо большое. И спасибо.